Здравствуйте дорогие друзья! Всех приветствуем на канале Юрия и Лариса Иванова Live! Сегодня мы готовим к чаю сухарики. Они очень простые в приготовлении. Самое главное иметь острый нож, потому что в детстве, эти сухарики у меня из детства, мы готовили их солдатиками, разрезали батонов. Конечно, по желанию можно и целый кусочек мазать. Они у меня будут и с маслом, и со сметаной, и сверху сахар. И частично, кто любит корицу, можно в сахар насыпать корицу, перемешать. И тоже, когда будете макать в сахар, с корицей вместе. Будет очень-очень вкусно. Сейчас первые у меня будут с маслом. Берете кусочек батончика, намазываете маслицем и макаете в сахар. Все. И разрезаете. Даже можно использовать и, как бы сказать, не очень свежий батон, черствый. Привет тебе, моя тетя. Это моя тетя нам такие готовила с маслом именно и с сахаром. А вот со сметаной, это мы уже готовили дома. И моя баба, она была очень-очень большой противницей, когда я домашнюю сметану, вот такую вот сметану, брала ножом. Очень ругалась. Вот видите, как все быстро. А какие они вкусные, эти сухарики. Ребятишкам понравятся. Я, в принципе, готовлю их для внучек, потому что им нужно попить чайку. Если у вас будет сметана 15% жирности, то достаточно будет макнуть. У меня 20% жирности тоже можно макать, но уже не очень удобно. Батон у меня, кстати, половина отрубного, половина нарезного. В эту партию добавим корицы. Вмешаем. Вмешаем. Ставим в духовку. Я ее разогрела на 180 градусов и выпекаем. Как же это вкусно! Мои сухарики поставили в духовке ровно 15 минут. Как приятно похрустеть и вспомнить свое детство. И с корицей, и со сметанкой. Сахаром. Очень вкусный. Налила чаек. Очень вкусный. И сейчас будем с сухариками попивать чаек. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, всего самого лучшего. И я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. Скажи, София, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok